всем привет спасибо что заглянули на мой канал кто со мной не знаком зовут меня лилия и сегодня хочу поделиться с вами своими обновками да 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 я обновила гардероб у меня есть на канале видео где расхламляем свой шкаф и несколько комментариев было что я минималист посчитали меня минималисткой что у меня такой скромный скажем так запас одежды но я как-то зимой не обновляла свой гардероб подумала зачем в принципе не хватало несколько свитеров кофточек а к весне уже решила обновить вот у нас пятигорский от нас 80 километров есть рынок лира в общем там большой ассортимент одежды и конечно цены более такие приемлемые чем если покупать супермаркетах допустим поэтому мы где-то два раза в год ездим на этот рынок и обновляем гардероб но пару вещей у меня будет из торгового центра я покупала когда мы ездим в обуви первое что я себе приобрела давайте начнем с обуви вот такую пару кроссовок так они выглядят я конечно все буду показывать на себе кроссовки кожаные но здесь немного кожаных вставок сделаны с сеточкой я не хотела брать чтобы были вставки сеточки потому что все равно белые кроссовки они марки пачкаются но так как каждый вечер я их мою и раз в неделю стираю стиральной машинки принципе проблем не было даже с дешевыми кроссовками они не портились в общем я люблю летом носить белые кроссовки я кроме белых кроссовок не ношу летом практически ничего изредка изредка могу там одеть какую-то открытую обувь но это не так часто бывает следующее мое приобретение у меня такого костюма не было я вот вспоминаю практически мне даже строгого костюма не было но мне не хотелось стройку строгий костюм покупать хотелось такой костюм под которым можно будет надеть кроссовки и желательно светлого цвета я приобрела вот такой костюм покупала я его в магазине зарина цена пиджака 3799 и цена брюк здесь 2000 он такой ткани знаете я даже не могу определить что это за ткань как будто так давайте сейчас я покажу может быть я прочитаю что это за ткань так 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 нет я наверное не прочитаю но я не знаю скатается этот костюм или нет будут катышки но мне кажется на штанах могут быть катышки в общем я брала пиджак размером больше у меня пиджак 46 размером а брюки я брала на размер меньше 44 можно было конечно взять еще поменьше нет умерила подворачивала их вот но брюки 44 были это самый маленький размер поэтому а можно было брать разных размеров продавец мне сказала что без проблем не обязательно брать одного размера и то и другое в общем пиджак я специально взяла размером побольше потому что мне хотелось чтобы он был оверсайз по свободней что не также смотрится свободно этот костюм можно надевать с кроссовками я специально брала именно под кроссовки его сейчас я надену и вы увидите вместе с кроссовками как он будет смысл так же в этом торговом центре в магазине твое я приобретаю все обрела бы такую маечку у нас в городе был тоже такой же магазин мы его почему-то закрыли она была по скидочке и стоила на так сейчас скажу всего лишь 300 рублей она вот с таким воротничком стойкой именно такие воротнички мне нравится я взяла в большом размере excel мне хотелось чтобы она была свободная она укороченная под джинсы на ее брала ткань здесь хлопковая не синтетика синтетику однозначно нет тем более на лето в общем я бы конечно такую взяла и светлого цвета в светлой расцветки расцветки но ее не было были только такие и вот такая маечка и дадам этой вещи у меня не было практически никогда я даже не помню когда в последний раз у меня была юбка самая первая юбка это была трапеция тогда помните они джинсовые появились впереди на пуговицах вот да тогда я любила носила но юбки я не любитель носить но мне захотелось и я приобрела себе вот такую юбку они называются юбка плесе или в общем я не знаю как называются они они сейчас как я понимаю в тренде я взяла вот такого светло коричневого цвета кофейного так но цен здесь нету это уже все я приобретала на рынке юбка стоила 2000 до 2000 она немного такая знаете вот если прям близко посмотреть немножко немножко как будто вот с блестками такие ниточки блестящие но их практически не видно в общем я надеюсь что я буду ее носить и я специально под неё взяла вот такую кофточку а вам это все покажу в комплекте сейчас надену и взяла вот такую черную кофточку она здесь вот с таким интересным вырезом здесь еще такие интересные рукава такой достаточно плотный материал такая плотная плотная вязка я даже не знаю что это за ткань но по-любому это скорее всего может быть до синтетика или что-то такое полистер как-то правильно называется я не знаю почему-то здесь не пишут состав не знаю скрывает от нас состав в общем она была только в сорок шестом размере меньше не было на 1 была единственная но я люблю носить кофточки которые побольше размером свободные она стоила 2 200 в общем здесь также внизу тоже вот такая же оборочка в общем в общем сейчас я все надену с юбкой и покажу вам напишите потом как юбка это также конечно также конечно все это под кроссовки я туфли не ношу на каблуке уже очень-очень давно я даже не знаю смогу я ходить или нет балетки я не ношу у меня никогда не было балеток следующая моя покупочка ну в предыдущем видео я показываю что я вернее говорила что мне нужна куртка я верила куртку косуху в магазине остин и мне многие написали что мне неплохо в этой куртке вот и я приобрела себе наконец-таки косуху единственная я взяла чуть подлиннее она здесь без ремня такой он подстроенный ремешок в общем также я взяла тоже в большом размере это 50 размер но как я понимаю что это маломерка я специально хотел прям куртку оверсайз чтобы она была немного подлиннее но длинную очень тяжело найти принципе взяла вот эту у меня была когда-то давно наподобие такой куртки но она была немного приталенная короче здесь что мне нравится вот такие широкие кармашки тоже очень удобно это конечно не кожаная куртка кожаная конечно будет стоить очень дорого эта куртка стоила 3500 рублей что мне еще нравится на рынке удобно можно торговаться я конечно не очень люблю торговаться но иногда вылетает и говоришь это окончательная цена но я понимаю но это все-таки рынок вот поэтому в магазинах конечно все равно не поторгуешься иногда кстати делают очень даже хорошие скидки 500 рублей могут и тысячу даже скидки главное чтобы удержать клиента заинтересовать чтобы он ушел в общем сейчас я померю эту курточку и покажу вам поближе и следующие две мои покупочки мне нужны были джинсы я искала джинсы особенно в черном цвете и в светлом но в черном я что-то не знаю мне не нравились модели я купила не то что такой ядренно черный цвет черный но такой не ненасыщенный черный и вообще черные джинсы как бы ты их не стирал в холодной воде специальным порошком они все равно со временем почему-то теряют свой цвет я взяла вот такие черные штанишки вот ну конечно пояс не очень нравится ремешок я его уберу что мне понравилось мне понравился вниз так сейчас он здесь на заклепочках можно сделать пошире можно сделать поуже я сейчас надену сзади два кармашка и покажу как они будут я искала на завышенной талии и не сильно такие прям чтобы совсем-совсем облегали здесь также вместо пуговиц две вот такие застежки на кнопочках в общем джинсы стоили две тысячи две двести по моему и она за две или две триста в общем практически ну цены вот в пределах я старалась бы брать двух тысяч не дороже вот здесь еще вот такой хлястик но его я скорее всего сниму уберу мне не нравится я люблю все по-простому они не ярко-черные такие сероватые как будто темно-темно-черно-серый в общем сейчас померяю и посмотрите и следующие джинсы я взяла в светлом цвете они конечно немного укороченные здесь такой очень красивый такой знаете цвет как молочный здесь также вот такие два шва проходят не по всей длине заканчивается где-то на середине ноги они к низу не сильно зауженные я не хотела сильно зауженные именно такой джинс знаете прям хороший цена их 3000 ну конечно это все китай или корея не знаю да корея вот написано что в корее хотя знаете made in china а здесь корея не замуж это фирмы как-то отличаются в общем вот но сейчас померяю это же вам покажу они тоже на завышенный стад и еще мне нужна была сумка на лето мне хотелось взять какую-нибудь светленькую сумочку ну как всегда мне потянуло к черному и как всегда мне потянуло не к тому что я искала в общем я приобрела себе вот такой рюкзачок кожаный он он стоил 3500 до 3500 я подумала почему бы нет сумочку я себе еще приобрету на лето какую-нибудь маленькую светленькую я даже тут еще не поснимала бумажечки в общем он здесь легко открывается вот так защелка и вот такой замочек открывается и здесь он конечно набит еще бумагой очень даже такой вместительный мягкий что мне нравится не сильно большой зачем я становлюсь на носочки не знаете не сильно большой мне кажется будет очень удобный такая мягкая приятная кожа в общем я довольна покупочкой на этом все мои покупочки закончились конечно что то я может быть еще то куплю со временем мне нужную пару футболок вот так я обновила свой гардероб напишите что вам понравилось что на мне сидела очень хорошо что не очень я буду вам благодарна ни на какие комментарии я обижаться не буду пишите и встретимся с вами новым видео всем пока пока